Относительно визита президента США в Польшу в конце февраля, вероятность, что состоится встреча там и президента Зеленского с президентом Байденом невелика, об этом заявил председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель, что эта встреча вряд ли состоится. Но посмотрим. Еще февраль только начинается. Время покажет. Президент Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию и в ходе визита он встретился с британским премьером Ришей Сунаком, Королем Карлом Третьим, Чарльзом Третьим, а также выступил в парламенте. Хочу попросить вас высказаться о результатах визита. Мы чуть позже поговорим о дальнейшем воеже в Париж и о встрече с Макроном и Шольцем. Но давайте подводить постепенные итоги визитов господина Зеленского. Давайте про Лондон. Вот смотрите, я в восторге от этого визита, как и многие друзья Украины. Во-первых, потому что это напоминает мне известную английскую поговорку «right man in right place in right time». То есть он прибыл в правильное время, правильное место. Именно Великобритания. Друг номер один в Европе. В этом нет никакого сомнения. Ну, Польша может делить тоже, конечно, это нет слов. Но это Западная Европа, это надо признать. И потрясающий визит, я считаю, на высочайшем уровне встречи не только с премьер-министром Сунаком, встречи с парламентариями и встречи с самим королем. Вот это очень важно. Причем я в восторге от того, что Зеленский именно в своей традиционной форме. Вот эта форма, зеленая толстовка с трезубцем под шеей, незаменимая. Причем те же шаровары, зеленого хаки цвета там, к примеру, и та же обувь военная, они пошли наперекор тем традициям, которые установлены для глав государств, посещающих и парламент Великобритании, и даже Королевский дворец. Наперекор всем этим традициям. Сегодня он представляет страну, которая находится в состоянии войны. И это первое. Это выделяет его на фоне блестящих костюмов голубых, галстуков или бабочек там, как хотите. Это говорит о том, что президент Зеленский един с народом, с солдатами, которые сегодня воюют, погибают на фронтах. И другого в уме у президента нет. Война. Война нацелена на победу, на полное освобождение страны от оккупантов. Это потрясает просто. Это подкупает, это говорит о его мышлении, о его патриотизме высочайшем, неограниченном. И я уверен, следующий его визит в Париж, встречи с Шольцем и с Макроном, будут в той же одежде, на том же уровне. Я не сомневаюсь в этом. И позже, когда он собирается посетить Брюссель, это будет выглядеть точно так же. Это все говорит о том, что президент нацелен только на победу. И не только его слова, но и его одежда говорят о том, что сегодня он приехал с одной целью. Ускорить помощь Украине. Именно на том уровне, на котором сегодня Украина нуждается. Сегодня не просто нужны дживелины или гаубицы. Нет. Сегодня новый уровень войны. Это атакующие виды оборудований. Самолеты F-16. В ровно стоком количестве, в таком количестве, в каком запросил выдающийся генерал Залужный. Это танки не 300, как скромно, очень стесняясь, попросил генерал Залужный. 500, не меньше. Господин Пинкус, я тут тоже внесу маленькую поправку. Пожалуйста. Минерал Залужный сказал про 300 танков. А чуть позже министр Резников уточнил, что 300 танков, господин генерал Залужный, говорил об большой военной операции, а не для полной победы. Полной, окей. Во всяком случае, у нас на слуху остались 300. Это минимум, который просит Украина. Но мы, конечно, требуем большего. 500, 700, а то и 1000, чтобы обеспечить скорее победу. Причем по всей линии фронта. Опять-таки, к сожалению, обратите внимание, в выступлениях лидеров западных стран, по сей день оказание помощи сопровождается определенными условиями, чтобы снаряды не падали на территорию России, чтобы не эскалировать отношения между Западом и Россией по сей день. А с другой стороны, напрашивается вопрос, ну куда еще больше? Куда еще больше? Поэтому сегодня, по словам экспертов, ожидаются атаки на Украину с Черноморской акваторией. Сегодня у России шесть крейсеров, с которых может произвестись десант на украинское побережье. Поэтому Украина как никогда сегодня нуждается в антикорабельных снарядах. Это принципиально важно. Поэтому сегодня идут разговоры об этом. Я думаю, они будут поставлены без объявления. Вот это очень важно. И я еще другое хотел бы очень отметить, очень важную вещь. Дело в том, что сегодня уже давно ведутся разговоры о том, что обеспечивая Украину необходимым видом оборудования военного, в то же время необходимо вести работы в тылу Украины, в войск Украины, с обеспечением разминирования тех территорий, где уже размещается военная инфраструктура. Вот для этой цели уже создано 20 групп, по 5 человек в каждой группе, причем все американцы, самое интересное, которые занимаются разминированием, учат украинских специалистов. И, конечно же, сегодня новые партии собак-роботов, которые принимают активнейшее участие в разминировании. И самое грустное то, что сегодня мины находят и в любом доме могут найти ранее освобожденном украинской армии. Это и в спальнях, в холодильниках, в автомашинах, и в песочницах для детей. И эти мины могут зарбаться в любой момент. При всем том, что 30% из падающих мин, они, как правило, не взрываются. Плюс к этому русские солдаты, варвары, уходя специально, минируют те места, которые рано или поздно могут взорваться и унести жизни и детей, и женщин, и стариков. С этой целью созданы вот эти группы, которые работают над этим. Это очень важно. И эти группы, число групп расширяется. Вот это очень важный фактор. И много добровольцев в Америке, экспертов, ветеранов, которые прошли Ирак, Афганистан, они готовы добровольцами ринуться в Украину, помогать и в этом тоже, в обучении и даже в принятии участия на передовой линии фронта Украины. Вот это все, конечно, вселяет оптимизм. И надо быть идиотом, чтобы, воюя с остальным миром, все еще надеяться на какие-то успехи. Вот в этом весь парадокс. И хотелось бы, чтобы Запад поскорее принимал решение, без всяких обуславливаний бить по территории России, там далеко, или запрещать бить по тем даже местам, откуда идут обстрелы. Из Воронежа, там Ростова или откуда-то в Белгородской области никаких ограничений не должно быть. Сегодня выстрелы должны быть по тем местам, откуда идут обстрелы. Око за око, зуб за зуб. Око за око, зуб.